Сегодня глава Якутии обратился с ежегодным посланием к госсобранию Илтумен. В документе обозначены основные векторы социально-экономического развития республики на предстоящий год. Главные обозначены приоритеты в социальной, жилищной, кадровой политике и отраслях экономики. Юлия Михайлова продолжит. 2017 год предстоит непростой в свете сложной внешней политической обстановки. Правительству и парламенту республики предстоит тесно работать с федеральным центром, выстраивать партнерские отношения на новом уровне с крупными недропользователями. Работающими на территории Якутии. Первой половины ноября я провел встречи с руководством Транснефти, Ростнефти, Сургутнефтегаза, компании Алроса. По итогам которых все основные недропользователи подтвердили свои обязательства перед республикой. Объемы налоговых поступлений будут сохранены на плановом уровне. А по отдельным предприятиям закладывается на рост. При этом мы рассчитываем поднять собственные доходы еще на 2%. Конечно, в следующий 2017 год по доходной и расходной части бюджета будет ощутимое снижение в связи с тем, что около 16 миллиардов по сравнению с 2016 годом мы в 2017 недополучим федеральные субвенции и субсидии. Но, как подчеркнул глава республики, все социальные обязательства должны быть выполнены. Если в прошлом году якутян больше всего волновали вопросы благоустройства населенных пунктов, сегодня самая актуальная проблема – безработица. Мне больше всего хотелось бы обратить не только на места компактного проживания коренных молодых народов в Севере, а вообще на положение дел сельской местности, привлечение туда молодых специалистов во всех отраслях народного хозяйства. И я думаю, что это одна из основных задач, которая стоит перед нашим обществом. Борьба с безработицей будет вестись, что называется, по всем фронтам. Это помощь государства гражданам по созданию своего дела – работа с горнодобывающими предприятиями. К примеру, в Нерингринском районе это связывает с созданием ТАСЭР Южной Якутии. В будущем у нас намечено строительство и шахты Наглинская, шахта Восточная, Денисовская. На данный момент ведутся проектные работы, производится тендер по выбору оборудования для этих шахт. То есть компания динамично развивается, и, соответственно, мы ведем набор специалистов, приемную работу специалистов для работы в этом направлении. И хотя базой экономики по-прежнему останутся горнодобывающая отрасль и топливно-энергетический комплекс, предстоит активно развивать перерабатывающую легкую пищевую промышленность. Глава подчеркнул, что благополучие якутян, стабильность во многом будут зависеть от слаженной работы и парламента, и органов исполнительной власти и институтов гражданского общества. Включая и бюджет республики проходит общественное слушание, и любая программа любого министерства проходит общественное обсуждение. В этом заслуга и главы республики. Его посыл нами, общественниками, услышан, и мы активно подключились к жизни нашей республики. Юлия Михайлова, Георгий Григорьев, НВК Саха, Якутск.